Общежития столичных вузов могут отдать под провизорные госпитали для больных коронавирусом, сообщил Аким столица Алтай Кульгинов. По его словам, в гостинице Ромада дополнительно развернуто 500 коек. Большая часть уже занята. В случае необходимости власти города готовы развернуть еще тысячу мест в общежитиях. Правда, как их оборудуют, пока неизвестно. О чем еще доложил Аким Нурсултана, расскажет Мируэр Джекьянова. Мируэр, ты в эфире. Добрый вечер, Мария. Брифинг в СЦК длился более часа. Но все-таки от ответов на некоторые вопросы, в том числе и о фейерверке, который вызвал много вопросов у пользователей Казнета, Аким Алтай Кульгинов уклонился. Ответим, что адресовать вопросы напрямую спикеру журналисты не имеют возможности. С первых же дней карантина еще в марте все брифинги в службе центральных коммуникаций доступны только онлайн. Так о чем же говорил сегодня Кульгинов? О дефиците лекарств. Главную причину проблемы власти города видят почему-то только в масштабном закупе со стороны населения. В фармацевтическом онлайн-справочнике отследить наличие медикаментов не представляется возможным. Информацию не обновляются. За ценами на лекарства вроде как следят. Но на фоне многочисленных жалоб остончан, привлеченных к ответственности единицы. По контролю за ценами в аптеках мы создали мобильные группы правоохранительных органов. И вот за эти два дня уже выявлены 15 фактов спекуляции медикаментов, которые пользуются большим спросом. И 8 лиц будут привлечены к ответственности. Сейчас их мера ответственности определяется. Один уже привлечен в соответствии с законом к ответственности. Создали специальную службу в 109, то есть колл-центр, где наши граждане могут обращаться. По данным Акимата в столице выявлено порядка 6 тысяч зараженных коронавирусом. Из них 61 человек скончался. В связи с введенным 5 июля карантином нагрузка на медперсонал и столичные лаборатории уменьшилась. Мест в стационарах достаточно, а медперсонала тоже. Однако в случае чего власти города планируют подключить общежития местных учебных заведений и выпускников столичной медакадемии. В аппаратах ИВЛ дефицита нет, рапортует Аким. Но до конца года 200 приборов все-таки докупят. Первая партия в 50 единиц поступит в этом месяце. Кроме того, с усилением карантина в столице перестал курсировать общественный транспорт. Работодателям Акимат рекомендует транспортировать своих сотрудников самостоятельно. До режима ЧП у нас ежедневно свыше 750 тысяч горожан пользуются общественным транспортом. Это очень большое количество людей. И когда мы остановили общественный транспорт, мы увидели, что значительно приостановлен рост распространения инфекции. Если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться, можем мы по временному графику запускать общественный транспорт. Но опять-таки практика показала, если мы время снижаем, мы заметили, что коридор сужается, и люди все стараются успеть за этот период, как говорится, на последний автобус запрыгнуть. И получается массовое скопление людей, и люди рискуют заразить друг друга. Мариам, по словам Кульгинова, за прошедшие выходные в городе снизилось число обращений в скорую. Если раньше было 3000 вызовов, то сейчас на 1000 меньше. К слову, местные власти уже посчитали потери от предыдущих карантинных мер. Бюджет столицы не досчитается свыше 60 миллиардов цинге в этом году, уточнил Алтай Кульгинов. В эту сумму не входят убытки от текущего двухнедельного карантина. Мария?